ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Инженерно нас загружают огромным количеством информации. Интернет, телевидение, радио, газеты заваливают нас большим потоком каких-то новостей. Большая часть из них нам кажется совершенно неинтересными. Но на самом деле это совершенно не так. Это как бы новости. Разбираться с несерьезными и скучными новостями мы сегодня будем с нашими экспертами по, так сказать, глупости о новостях. Это человек, который переехал из Североморска в Мурманск, но забыл сообщить в военкомат Кирилл Толпека. Всем привет! Да, и человек, который на слова рыжий-рыжий конопатый, белый дедушка лопатый, в принципе, никогда не обижается. Ну и, в принципе, даже еще может и засудить за это дело. Михаил Желанов. Да, здравствуйте, это я. Ну и, конечно же, наш модератор, наш, собственно, поисковик новостей, человек, который проводит огромное количество времени в интернете, в поисках новых и свежих новостей, заслуженный обладатель ВАЗ-2112 Дмитрий Амелькин. Друзья, такая случилась история. Листал новости мурманские, наткнулся на вот глупейшую новость. Михаил уже знает о ней, естественно. Звучит эта новость так. В России хотят запретить экзотические имена. Началась разработка законопроекта, запрещающего использовать в именах детей цифры, знаки припинания, различные символы. А можно там, вот, говорят про знаки припинания, можно там использовать вопросительный знак, допустим, Геннадий. Такое замечательное имя. Геннадий. Да, то есть именно с вопросительной окраской. Да, встречается. Здравствуйте, я вас приветствую, как вас зовут? Геннадий? Геннадий? Вроде бы тёжки, а нет. Давно не виделись, привет. Нет, нет, это в школе, значит, восклицательным знаком можно такое использовать, в школе на уроке, типа. Так, дети. Знаете, кто разбил стекло в учительской? Сергей! Сразу в повелительном наклонении. Слушайте, ну если мы запрещаем такую банальную ерунду, как имена, да, давайте дальше пойдём, давайте ещё какие-нибудь запреты ведём. Какие могут быть запреты, как вы думаете, ещё введены в наше время? Ну я не знаю, можно запрещать всё, что угодно. Давайте запретим. Я бы, знаете, что запретил? Я бы запретил девушкам отказывать парням на первом свидании. То есть ты представляешь, как это происходит? То есть, Ваня, Ваня, перестань, что мы делаем, что происходит? У нас же сегодня только первое свидание, а ты, прости, Маша, федеральный закон. Извини. Мы не должны нарушать федеральный закон. Ну, нет, снимай пиджак. Снимай. Я бы вернулся ещё к именам, на самом деле, вот это интересно. То есть, фактически, теперь, когда запретят оригинальные и, как это звучит, в какой там формулёвке, экзотические имена, то есть это я что, если у меня сын будет, я его всё, R2-D2 больше назвать не смогу, что ли? И C3PO тоже, увы, но нет. Нет, я, насколько я знаю, там в законе есть некоторая ссылка, что некоторые имена можно будет, я так понимаю, покупать за деньги. Да, там упоминалось о том, что чтобы получить имя не из списка, вот будет утверждён некий единый перечень имён, и чтобы получить имя не из этого списка, нужно получить разрешение органов опеки. Да, 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 то есть блатные имена всё равно будут, место для коррупции остаётся, естественно. То есть, это получается, ты приходишь и спрашиваешь, как вы хотите назвать своего сына? Ну, я хочу назвать его Свитозар. Сколько? Чтобы мой сын мог спокойно и комфортно жить с ним. Нет, ну опять же, если говорить об именах, то... А как же знаменитое имя остановка номер 16 по месту зачатия? Да, 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 Кирилл, вот, может, не слышал. Либо по месту рождения. В Новой Зеландии была зарегистрирована попытка назвать ребёнка словами «Правосудие, жестокость и автобусная остановка номер 16». Это всё, один ребёнок? Нет, нет. «Правосудие, жестокость, остановка номер 16». Ну, очень некрасивый ребёнок родился. Нет, мы-то понимаем, откуда, почему появилось такое название. Ну, понятно, да, это либо место зачатия, либо место, собственно, рождения. Я уж не знаю, что не сможет... Может быть, просто место встречи может быть. А вот здесь смотри, если место зачатия, то это уже правосудие. Если место рождения, то это жестокость. Да нет, это прописка, на самом деле. Это же удобно, да, когда... Как вас зовут? Сергей, Леня, 12, квартира 6. Сразу всё понятно. Сразу представляешься, да, и в паспорте у тебя, в принципе, тоже всё на первой странице прописано. Ну, сейчас одна страница какая-то есть. Мультипаспорт. На первой странице всё прописано. Ну, что же. Волотные имена ещё, да, вот это вот, Кирилл 001, вот можно такое будет купить. Кирилл 001. Это, знаешь, когда в честь дедушки называешь, уже не нужно учиться, просто Кирилл там 0012. 0012. Ещё просто про волотные имена, ещё Сергей 51, вот такой популярный. Сергей 51. А, слушай, я знаю таких дальнобойщиков ж ездят с такими. Спереди на кабине там. Серёга 51. Там Вова, там Лена, не знаю, может быть и такой дальнобойщик. Наталья 555. Слушай, а как они тогда будут себе татухи-то бить на пальцах? Так уже как минимум две руки придётся бить. То есть тут Серёжа 0051. Представляешь, как неудобно. Остановка номер 16. Это как они будут забиться. По всему телу. Ну что ж, давай продолжим. Я думаю, что прежде чем мы продолжим, мы, наверное, посмотрим здесь результаты нашего небольшого опроса. Да. Поведённого, да. Я тоже считаю это правильным, что нужно спросить у людей, как они относятся вообще к этому. И если, может быть, у нас у мурманчан, у кого-то есть, имея ребёнок с необычным именем. Вот это мы, собственно, и узнавали с помощью наших корреспондентов. Молодые люди, стойте, пожалуйста, у нас соцопрос. Как вас зовут? У нас соцопрос про имена. Это очень интересно. Но постойте же, пожалуйста, не уходите. Не бросайте. У меня горит материал. Меня уволят с работы, с Арктик ТВ. Я больше не буду корреспондентом. Мы за вас двоих. Безжалостные. Вы безжалостные люди. У нас будет соцопрос про имена. Скажите, пожалуйста, какое, на ваш взгляд, самое экзотическое имя? Женское или мужское? Мужское или женское? Женское или мужское. Да что ж такое? Что ж за день-то сегодня? Давайте женское. Вы сейчас вспоминаете в голове всех своих подружек? А вы неженатые, да, я вижу? Такое. Женское экзотическое имя. Ну, Снежана для меня уже давно не экзотика. Карина. Карина? Я даже не знаю. Устинья. Оксана. Снежана. Ну, даже не знаю, на память не помню. Ну, вот самое экзотическое такое вот, прям экзотика. Клеопатра, может. Клеопатра? Что у вас за фантазии, молодой человек? Хорошо, а мужское? Не знаю, Иннокентий. Максим. Прямо одна экзотика сразу. Я прям оказался сейчас в другой стороне, когда вы сказали, Максим. Альберт. Альберт, простите, просто смешное имя. Почему? Почему именно такая логика? Ну, не знаю, если честно. Это первое, что пришло на ум. Может быть, так зовут родители вашего мужа? Возможно. Снежана Денисовна и Альберт Борисович? А, вы не замужем? Ладно, видите, как я, да, технологично узнал, замужем вы или нет. А вы еще не одумались, нет? Точно? Три вопроса. Полтора. А какое, на ваш взгляд, имя нужно запретить, внести в черный список? Я думаю, что ничего не надо вносить в черный список, потому что, когда родители выбирают, они на чем-то основываются. И любое имя может как-то кому-то понравиться, кому-то нет, поэтому ничего не надо вносить. А вы вот сейчас отвечаете, как президент на пресс-конференции, знаете, вот никакой конкретики, но все так обтекаемо. Нет, все имена у нас вообще хорошие, на самом деле, но все имена хорошие, не надо никого ущемлять. Какое имя, на ваш взгляд, нужно внести в черный список? Адольф, наверное. Адольф? Я жму вашу мужественную руку. Американца какой-нибудь. Джек, Сэм. Ой, если честно, я даже не могу так грубо поступить. Ну, в черный список, вот вас бесит имя прям, вот говорят и прям бесит. Да нет, я как-то спокойно отношусь к именам, не знаю, не могу даже сказать. Вы никого не обидите, это не войдет никуда. Меня не бесит, если честно. Меня, если честно, вообще уже ничего не бесит сегодня. Мне просто хорошо, меня не бесит ничего. Девушка, а вы не могли бы обслужить меня по терминалу? По терминалу не обслуживаете? Серьезно? Я вас понял. Какое имя должно быть у следующего президента России? Александр. Это вы сейчас на кого намекаете? Ну, я намекаю на историю. В общем, это мое имя, мне нравится. А, то есть вас зовут Александр? О, какой вы амбициозный, Сашечка. Спасибо вам большое. Потом буду хвастаться, что я жал руку будущего президента страны. Как должны звать следующего президента России? Какое у него будет имя? Владимир. Владимир. Ах, вы моя конъюнктурная красавица-то, а вы не из Едины России случайно? Ну, нет. Это будет женщина? Ай, вы какая молодец, а! Ну, вот как вы верите в эту чепуху и говорите ее вслух? Как должны звать следующего президента России? Дмитрий. То есть опять тандем, да? Опять будут меняться, вы считаете? Да. Про имена. Про ваше имя. Я знаю, кстати, как вас зовут. Мария. Нет? Ирина. Татьяна. Да что ж такое-то, не везет сегодня. Скажите, пожалуйста, какое, на ваш взгляд, имя самое экзотическое? Эдуард. Не раздумывая, сказала девушка, ну это же очевидно, Эдуард. Хорошо, а женская? Не знаю. А почему мужское сразу Эдуард, а женская не знает? А как вас зовут? Снежана. Такие были мнения у граждан, у мурманчан. А сейчас самое время перейти к актуальным новостям, которые прошли, так сказать, в ленте. И есть некоторые прям вопиющие для меня новости, которыми я не мог бы с вами не поделиться. Буквально сегодня я прочитал, что глава Североморска придет в гости к жителям ЗАТО. Ну, это же все актуалочка, понимаете? Я так понял, что в Североморске уже очень-очень-очень сильно наступил кризис, и даже главе ЗАТО придется подрабатывать Деду Морозу в этой ситуации. Или, возможно, он пойдет калядовать. Я пока не знаю еще. Мы не узнавали пока еще этого варианта. Администрация всю соберет и будет приходить. Все им, все им посеваю, счастья, радости желаю. На самом деле, друзья, я сам в Североморске несколько дней назад был в Североморске, ездил к родителям, так сказать, проведать. И, честно говоря, самое значительное слово в данной новости – придет. Ездить в Североморске невозможно. У них какая-то беда с дорогами, у них ничего не чистят. Кстати, новость, которую я вот сегодня тоже про Североморск увидел, что в Североморске, администрация Североморска обещает расчистить дороги, а снега до конца недели. Это, на самом деле, очень грамотное политическое обещание, потому что по неделе не конкретизируется. В принципе, можно было объявить до конца лета. Мы уберем снег. Какого лета? До этого. Оно просто настанет, снег растает и все, и снега не будет, в принципе. Про снег. Вы слышали о том, что в Мурманске не будут чистить дороги? А, ну, в смысле, мы это видели? Мы не то, что мы это видели. В 16 российских регионах не будут чистить дороги. Этой зимой в 16 регионах стартовал масштабный эксперимент по содержанию дорог с низкой интенсивностью движения под уплотненным снежным покровом. То есть, считается, что под снегом асфальт не портится, нужно его не чистить. Ну, по-моему, это, ну... Это очевидно. Это очевидно. Впервые зимой прошлого года метод содержания автодорог в снежном накате использовали на автодороге Ково-Мурманской области эксперимент. Эксперимент, в общем... А интересно, сколько там было ДТП совершено? Количество ДТП за декабрь и февраль, причем в таком порядке, снизилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ну, естественно, когда никто не ездит... Нет, 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 соответственно. Ребят, вот пойдем через колу. Там эксперимент. Там эксперимент. Не хотим портить асфальт. Заметили, как креативщики грамотно назвали вот то, что происходит с дорогами, экспериментом? То есть, можно теперь вот все что угодно. Сынок, что ты сегодня получил по математике? Это эксперимент нам? Пока два. Пока два. Я экспериментировал. Постоянно криминальные всякие разные новости проходят у нас. В интернете, везде, в телевизоре. Вот еще одна новость такая. Северянин заказал ноутбук по интернету и лишился 43 тысяч рублей. Вот все пока логично идет. Вот вы заметили, какие логичные новости? Если будет на дороге снег, дорога не будет портиться. Северянин заказал ноутбук за 43 тысячи и лишился 43 тысячи. Это то же самое. Я приду в Евророс, куплю себе продуктов на 5 тысяч рублей и я лишился 6 тысяч рублей. Вот так новость. Да, в этой новости имеется в виду, что мужчина оплатил ноутбук и так его не получил, связь с продавцом прервалась. Надо просто узнать конкретно этого человека и можно ему также присылать сообщение, чтобы он кинул денег на телефон. Нет, надо узнать этого человека, прислать ему сообщение и... Перейти к нему с ноутбуком и показать, как ноутбук выглядит. Нет, присылать ему сообщение, Ленинградка, 25 число, 15.00, приезжай. Это в смысле продавцу, да, написать? Да, конечно, конечно. Или можно покупателя за половинку. Ну ладно, это уже североморские темы, давайте продолжим. Вот новость, которая для меня прям сегодня, хотя почему для меня эта новость, она не должна быть для меня важна. В Мурманске открылся Центр Репродуктивных Технологий. Да, в смысле открылся, он уже был давно, это клуб 4Х, в принципе, почему он открылся, я не понимаю. Он давно уже существует, плотворно работает. Как бы закрывали на неделю. Ну а в пятницу и воскресенье он открывается. В пятницу по воскресенью он, да, для всех желающих. Репродуктивный центр, здесь имеется в виду слово именно репродуктивный или репродукция. Мы пишем картины или делаем новых людей? В 4Х могут рисовать на лицах, поэтому это некоторый боди-арт, а также репродуктивная функция. Наконец-то, друзья, наконец-то Госдума разрешила рекламу российского вина и пива на радио и телевидении. Ну понятно, с 23.00 до 7 утра. Есть такая маленькая поправочка, да, с 11 вечера? Да, до 7 утра место. Нет, ну как понять разрешили? Ее и так рекламировали, просто это была скрытая реклама. То есть майонез калевая. Просто не могут уснуть, когда они слышат знакомых фраз. Реклама пива и вина уже была. Майонез калевая. Знаменитая реклама, в которой снимается Дюжев. Когда он сходил на родительское собрание, да он синий, по нему видно-то. Какой нормальный мужик пойдет на родительское собрание, постирает все вещи и вымоет посуду, зажаренную курицу? Дюжев. Дюжев. Это реклама вина. Для женщин специально. Ты смотришь рекламу с 23.00 до 7.00 утра? Я, да, смотрю. У меня просто по роду моей деятельности получается так, что в основном-то я ночью только телевизоры смотрю. И поэтому для меня это прямо отвратительная новость. Потому что я в принципе как бы за здоровый образ жизни. А тут вот соблазняю. Как бы вот это вмешивается всегда. Как бы за здоровый образ жизни. А тут я когда буду приходить домой и включать телевизор, они будут мне навязывать это все. Я понял, что это такое. Раньше ты это делал по-своему желанию. А самое-то интересное. Рекламу-то я с 11.00 до 7.00 смотрю. Ну, купить не могу с 11.00 до 7.00. Даже если мне захочется. Это испытание. Это наоборот, друзья. Это испытание. Такая грустная немножко новость. Качество жизни населения в Мурманской области снижается. Ну, ничего страшного. Зато увеличивается количество. Кстати говоря, спасибо репродуктивному центру. 4Х. Поэтому в этой ситуации думаю, что нет. В чем они измеряют, так сказать, мерило качество жизни в городе Мурманске? Это же очевидно, Кирилл. Значит, наиболее низкие отметки наш регион получил по таким показателям, как экологические условия, демография. Ну, пока ничего нового. И освоение территорий. И развитие малого бизнеса, естественно. Ну, освоение территорий, понятно. Ну, не, кстати, осваивают территорию. Вот сейчас присоединят, да, Раслякова уже. Так оно было освоено. Не-не-не, Дим, Дим, ты путаешь. Это освоение бюджета. Это не освоение территории. Это разные вещи. Раслякова уже было давно, так сказать, освоено. В Североморском. Все-все-все. Есть еще такая новость, которая не дает покоя. Она появляется примерно, вот там меняется просто заголовок, но смысл ее остается вот каждую неделю один и тот же. Зачем она так. За минувшие выходные автор, там, водители, автолюбители нарушили правила дорожного движения там 963 раза, там, 815, 1200 раз. Вот 1250, какую-то такую цифру я как-то видел. И мне страшно, что вот за несколько дней 1200 нарушений совершено. Ну, это же нормально. Когда, подожди секундочку. Сколько нарушений было вчера? По-моему, там 375, да, мы смотрели? За вчерашний день. В таких случаях, друзья мои, я всегда вам советую обращаться к самой известной, к самой знаменитой, самой точной науке, как нумерология, друзья. Вот, смотрите, пожалуйста, тут, только в этом нужно искать, вот, где, скажем так, собака зарыта. 376, да? Сложите эти цифры, сколько будет? Сложи, мальчишечка, сложи. 16. 376, 16. Какой вчера был день недели? Вторник. Вторник. Вторник, это второй день недели. Два на семь, 14, правильно? Плюс 16, сколько? 30, мальчишечка, я быстрее тебя почитаю. 30, хорошо. 30, значит, 30. Число, какое было вчера? Какое-то, 23. 23, хорошо, ну, к примеру, скажем, 23 плюс 30, 53. Какой это месяц, декабрь, 12, 53 плюс 12, 65. К 65 добавляем сколько? Правильно, 35, получается 100. Это была акция. К столетию Мурманска без ДТП. Что? К столетию Мурманска без ДТП. Сотка выходит по всем абсолютно расчетам, Дима. Это ты там федеральный бюджет формируешь у нас? Получается, что да. Ну что же, и последняя новость, наверное, сегодня. Да, она как раз связана с предновогодним настроением. Мурманчан приглашают на традиционные новогодние базары. Это не те, что они... Скажите, мурманчане, как бы, если надо, что перетереть? И побазарить с кем под 4 утра. Приходите на площадь 5 углов. Да нет, там в разных местах, на самом деле. Ну, естественно, в разных местах. Невозможно же все разорвать в одно место. Давайте озвучим всем, где есть елки, где можно весело отдохнуть, всем жителям нашего города, в каком бы районе они не находились. Да, и где можно перетереть темы с корешами. Перетереть темы с корешами. Можно в Ленинском округе. Да тут много список. Шесть точек, вот как они называются. 14 всего торговых точек открыто. Новогодние базары. На Саши Ковалева, на Нахимова, на Лобова, на Седова, на Старости, на Мира, на проспекте Кольском. В общем, на Морской, везде, по всему городу можно будет купить, сейчас скажу. Елки. 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 Официально купить елки. Официально купить елки. Рождественские винты. Букеты из ветвей. Всякие такие вот тапки. Мыло. Мыло. Носки, сухари. Бабушки все в жизни там продают на этих точках. Рыба. На самом деле, дорогие мурманчане, всех вас с наступающим Новым Годом. Счастья вам, здоровья, любви. Приходите. Кирилл, а если эту передачу пустят позже Нового Года? Приходите. Елки у нас стоят обычно до марта. А, то есть ничего страшного. Ничего страшного. Приходите в любое время. Главное, чтобы снег был. И, как бы, в принципе, любой март, если он снежный, окажется декабрем для вас. Любой март окажется всегда картонным. Приходите с детьми, но есть одно но. Чтоб у ребенка не сломалась психика, выбирайте какую-нибудь одну елку. Потому что и там, и там он будет видеть разных Дедов Морозов. Ребенок этого не вынесет. И вряд ли это будет глава Североморска. И вряд ли это будет глава Североморска. В Североморске будет глава, я уже узнал. В Североморске точно. Пожелай что-то тоже зрителям. Ну что же, дорогие друзья. Дорогие наши друзья. Я желаю вам в наступающем году всего самого хорошего. Будьте сдержанными, будьте понимающими, будьте верными друг другу во всем. И оставайтесь вечно молодыми, как 45-летний Кирилл Толпека, друзья. Спасибо. И побольше вам хороших новостей в следующем году. Да. Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Точно неизвестно, каким этот год будет, тяжелым или нет. Но пусть у вас в Новом году будет все хорошо. И не забывайте, что все те новости, которые вы видите по телевизору или читаете в интернете, они, может быть, и неинтересны, и глупы, и скучны. Но умейте находить в них необычное, смешное и то, что действительно это интересно. С наступающим Новым годом. Это были как бы новости. Покупайте гнечку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok